Первый случай, о котором мы поговорим, произошел в 1908 в отдаленной части Сибири, известной как Тунгусская тайга. 30 июня в 7 утра местные жители стали свидетелями невероятного явления. В небе раздался оглушительный взрыв, который был слышен на расстоянии более 621 мили. В результате этого взрыва было уничтожено около 770 квадратных миль леса, а деревья были повалены, как будто их срубили гигантским топором. Свидетели описывали яркий свет, который ослеплял их, и мощный звук, напоминающий гром. Но что же на самом деле произошло? Научные исследования показали, что, вероятно, это был метеорит, который взорвался в атмосфере, но точные причины до сих пор остаются предметом споров. Некоторые исследователи даже выдвигали теории о том, что это могло быть явление, связанное с инопланетянами или даже испытаниями секретного оружия. Уверены в том, что все случившееся — дело рук разгневанных чем-то злых духов? Народ поспешил как можно скорее покинуть это страшное место. Со временем место падения метеорита было объявлено священным. Шаманы наложили на него строжайший запрет. И ни один человек того народа под страхом тягчайших кар со стороны потусторонних сил не должен был переступать границу этой запретной зоны. Для объяснения природы тунгусского феномена предложены три основные гипотезы. Первая заключается в том, что тунгусский метеорит — сгусток космической, вероятнее всего, солнечной плазмы, космическая шаровая молния. Вторая гласит, что тунгусский метеорит — малое тело Солнечной системы. А третья и вовсе, что тунгусский метеорит — техногенная конструкция, зонд инопланетной цивилизации. Но загадка тунгусского метеорита остается еще не разгаданной. В любом случае, тунгусский метеорит стал одним из самых загадочных событий в истории, и его последствия до сих пор изучаются учеными. В 1920-м в Намибии был найден метеорит Гоба, который стал известен благодаря своим уникальным свойствам. Это самый большой метеорит весом около 59 длинных тонн. Он упал примерно 80 тысяч лет назад. Найден был по чистой случайности, потому что не осталось ни кратера, ни других следов падения. Этот метеорит, состоящий в основном из железа, был обнаружен в пустыне Гоби и привлек внимание ученых со всего мира. Однако местные жители начали сообщать о странных звуках, исходящих от метеорита, что вызвало множество слухов и легенд. Некоторые утверждали, что метеорит обладает магическими свойствами и может исцелять болезни. Другие говорили о том, что он может предсказывать будущее. Эти необъяснимые явления привели к тому, что метеорит стал объектом поклонения для некоторых местных жителей. С помощью этого примера мы можем увидеть, что метеориты могут вызывать не только научный интерес, но и мистические верования. Метеорит Весом около 2,5 длинных тонн вошел в атмосферу Земли со скоростью около 9 миль в секунду и взорвался на высоте около 9 миль. В результате этого взрыва образовался мощной ударной волной, которая разрушила окна в домах и вызвала панику среди местных жителей. Сразу после падения метеорита начались поиски его обломков. Ученые и исследователи со всего мира прибыли в Аль-Денде, чтобы изучить этот уникальный метеорит. Эти обломки стали настоящей находкой для ученых, так как этот метеорит оказался богатым на минералы и органические соединения, что дало возможность глубже понять процессы, происходившие в ранней Солнечной системе. Одной из самых интересных особенностей метеорита Аль-Денде является его возраст. Исследования показали, что он сформировался более 4,5 млрд лет назад, что делает его одним из старейших известных материалов, связанных с образованием планет. Это открытие дало ученым возможность изучить условия, в которых формировались планеты, и понять, как они эволюционировали со временем. Данный метеорит также стал важным объектом для изучения органических молекул, которые могут быть предшественниками жизни. В его составе были обнаружены аминокислоты и другие органические соединения, что вызвало интерес к вопросу о том, как жизнь могла возникнуть на Земле и других планетах. Это открытие дало толчок для дальнейших исследований в области астробиологии и поиска жизни на других планетах. Теперь давайте перенесемся в 2013 год, когда мир стал свидетелем одного из самых известных метеоритных событий современности – падения метеорита в Челябинске. 15 февраля в 9 утра по местному времени в небе над Уралом раздался оглушительный взрыв, который был слышен за десятки миль. Метеорит весом около 12 800 длинных тонн вошел в атмосферу Земли со скоростью 11 миль в секунду и взорвался на высоте около 19 миль. Свидетели описывали, как яркий свет ослеплял их, а затем последовал мощный удар, который разбил окна в тысячах зданий и повредил более 7 тысяч объектов. Более полутора тысяч человек получили ранения, в основном от осколков стекла. Это событие стало настоящим шоком для местных жителей и многие из них начали задаваться вопросом – как такое могло произойти? Необычные явления, связанные с падением метеорита, не ограничивались только физическими повреждениями. Местные жители сообщали о странных ощущениях и даже о том, что некоторые из них видели светящиеся существа в небе. Но самое странное – это то, что после падения в местных водоемах начали находить странные металлические шарики, которые, как оказалось, содержали элементы, не характерные для нашей планеты. Некоторые исследователи начали выдвигать теории о том, что метеорит мог быть связан с инопланетными технологиями или даже с природными явлениями, которые мы еще не можем объяснить. Это событие стало не только научным, но и культурным феноменом, вдохновившим множество фильмов и книг. Челябинский метеорит стал символом того, как внезапно и неожиданно космос может вмешаться в нашу жизнь. В 1850-м мир стал свидетелем необычного метеоритного события, когда метеорит упал в районе Сигешуары, Румыния. В тот день, 24 ноября, жители Сигешуары стали свидетелями яркого огненного шара, который пронесся по небу, оставляя за собой шлейф дыма. Вскоре после этого раздался мощный взрыв, который был слышен на расстоянии нескольких миль. Метеорит весом около полутора длинных тонн вошел в атмосферу Земли со скоростью около 13 миль в секунду и упал на Землю. Сразу после падения метеорита местные жители начали собираться на месте происшествия, чтобы увидеть обломки. Ученые и исследователи также прибыли туда, чтобы изучить этот уникальный метеорит. В результате поисков было найдено несколько крупных фрагментов, которые стали объектом научного интереса. Исследования показали, что метеорит состоит в основном из железа и никеля, что подтверждало его происхождение из астероидного пояса. Слухи о метеорите быстро распространились, и вскоре он стал объектом обсуждения в местных газетах и научных кругах. Ученые начали выдвигать теории о том, как метеориты могут влиять на климат и экосистему Земли. Это событие также привлекло внимание к вопросам о происхождении метеоритов и их роли в формировании планет. Кроме научного значения, метеорит Сигешуара стал культурным феноменом. После его падения местные жители начали находить странные камни, которые светились в темноте. Эти камни исчезали при попытке их исследовать, оставляя после себя только пыль. Люди начали рассказывать истории о том, как метеорит был послан с небес, чтобы принести удачу и благословение. Некоторые даже считали его священным объектом, что привело к тому, что метеорит стал объектом поклонения для некоторых местных жителей, которые верили, что он обладает особыми свойствами. Эта история подчеркивает, как метеориты могут не только служить объектами научного интереса, но и оказывать влияние на наше восприятие реальности и формирование культурных традиций. Метеорит Сигешуара стал символом того, как космос может взаимодействовать с нашей жизнью, открывая новые горизонты для исследований и размышлений. В 1902 году в лесах штата Орегон, недалеко от города Портленд, был обнаружен один из самых загадочных и крупных метеоритов в истории – метеорит Виламет. Его вес составляет более 15 длинных тонн. Это объект, который окутан тайными и легендами. Метеорит Виламет упал на Землю около 17 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что он прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Но как он оказался в лесах Орегона – это до сих пор загадка. Дело в том, что на месте его обнаружения нет кратера. Это значит, что метеорит мог упасть в другом месте, а затем был перенесен сюда ледниками или потоками воды. Поверхность метеорита покрыта характерными углублениями, которые образуются, когда космический объект проходит через атмосферу Земли. Но что действительно удивительно – это следы эрозии, которые указывают на то, что метеорит долгое время находился в воде. Это подтверждает теорию о его перемещении. Для местных племен метеорит Виламет всегда был священным объектом. Они называли его Томановос и верили, что он принес им удачу и защиту. Племена проводили здесь ритуалы, прося духов о благополучии. Когда метеорит был обнаружен европейцами, это вызвало конфликт между наукой и духовными традициями коренных народов. В 1905-м метеорит был выкуплен за 26 долларов и перевезен в Нью-Йорк, где он стал частью экспозиции Американского музея естественной истории. Но даже здесь он не перестал быть объектом споров. Коренные племена потребовали вернуть священный объект. И в 2000 году было достигнуто соглашение. Музей признал духовную ценность метеорита для племен и разрешил им проводить здесь ежегодные церемонии. Но метеорит Виламет — это не только история и наука. Это еще и источник загадочных явлений. Люди, которые находились рядом с ним, рассказывали о странных ощущениях, головокружении, чувстве тревоги и даже видениях. Некоторые утверждают, что слышали голоса или ощущали присутствие чего-то необъяснимого. Ученые не могут объяснить эти явления, но местные жители уверены — это духи, которые охраняют священный камень. Сегодня этот метеорит остается одним из самых известных космических объектов на Земле. Его изучают ученые, ему поклоняются коренные племена, а туристы со всего мира приезжают, чтобы увидеть этот гигантский кусок космоса. Но его тайны до сих пор не раскрыты. Что он видел за миллионы лет в космосе? Как он попал на Землю? И почему он вызывает такие странные ощущения у людей? Метеорит Виламет — это не просто камень. Это напоминание о том, что наша планета — часть огромной Вселенной. Полный загадок. 12 февраля 1947 года в небе над Уссурийской тайгой в Приморском крае России произошло событие, которое навсегда вошло в историю науки. В этот день местные жители наблюдали невероятное зрелище — огромный огненный шар, который пронесся по небу, оставляя за собой дымный след. Это был Сихоте-Алинский метеорит. Один из самых крупных и изученных метеоритов в мире. Метеорит вошел в атмосферу Земли на скорости около 9 миль в секунду. Из-за трения о воздух он начал нагреваться и светиться, превратившись в огненный шар, который был виден за сотни миль. На высоте около 3,5 миль метеорит взорвался, расколовшись на тысячи фрагментов. Этот взрыв был настолько мощным, что его сравнили с ядерным. Основная масса метеорита упала в районе хребта Сихоте-Алинь в глухой тайге. Взрывная волна повалила деревья на площади более 1 квадратной мили, а на Земле образовались десятки воронок. Сихоте-Алинский метеорит относится к железным метеоритам. При падении метеорит раскололся на тысячи фрагментов, которые образовали так называемый метеоритный дождь. Это редкое явление, которое позволяет ученым изучать, как метеориты разрушаются в атмосфере. Уже через несколько дней после падения к месту катастрофы отправились первые экспедиции. Местные жители, которые стали свидетелями падения метеорита, рассказывали, что это было одновременно страшное и завораживающее зрелище. Они слышали громкий грохот, который напоминал взрыв, а затем увидели, как небо озарилось ярким светом. Некоторые даже почувствовали, как земля дрожала под ногами. Но на этом история не заканчивается. После падения метеорита в районе Сихоте-Алиня начали происходить странные явления. Местные охотники рассказывали, что в лесу пропадали животные, а в некоторых местах переставали работать компасы. Ученые предполагают, что это может быть связано с магнитными свойствами метеорита, но точного объяснения этим явлением до сих пор нет. Сегодня фрагменты Сихоте-Алинского метеорита можно увидеть в музеях по всему миру. Они являются ценными экспонатами, которые помогают ученым и просто любознательным людям лучше понять, что происходит в космосе. Но самое главное — это то, что падение этого метеорита напомнило нам, насколько хрупка наша планета и как важно изучать космические угрозы. Переносимся в 1917 год, когда в маленьком городке Котингли произошла необычная история, связанная с метеоритом и подменой фотографий фей. Две девочки, Элис и Фрэнсис, сделали несколько фотографий, на которых, по их словам, были запечатлены феи, танцующие в лесу. Эти фотографии быстро стали сенсацией и привлекли внимание общественности. Хотя позже выяснилось, что фотографии были подделкой, история о метеоритах и феях продолжала жить. Местные жители начали связывать падение метеорита с появлением фей и других сверхъестественных существ. Это событие стало символом того, что метеориты могут влиять на общественное мнение и вызывать интерес к мистическим явлениям. Эта история показывает, как метеориты могут не только вызывать физические изменения, но и влиять на наше восприятие реальности. В 2000 году в пустынных районах Китая, недалеко от города Фукан, был обнаружен один из самых красивых и загадочных метеоритов в мире — метеорит Фукан. Он упал на Землю около 4,5 миллиардов лет назад, в то время, когда наша Солнечная система только формировалась. Он упал на Землю около 4,5 миллиардов лет назад, в то время, когда наша Солнечная система только формировалась. Он пролежал в пустыне тысячи лет, пока его не обнаружили местные жители. Его возраст делает его одним из старейших объектов, которые когда-либо находили на Земле. Что делает метеорит Фукан таким уникальным, так это его структура. Его основная особенность – это кристаллы оливина, вкрапленные в железоникелевую матрицу. Эти кристаллы имеют золотисто-зеленый цвет и выглядят как драгоценные камни. Ученые считают, что такие метеориты формировались на границе ядра и мантии древних протопланет. Метеорит был обнаружен случайно. Местные жители обратили внимание на необычный камень, который выделялся своим блеском и структурой. Когда его извлекли из Земли, стало ясно, что это не просто камень, а нечто гораздо более ценное. Ученые также обнаружили в его составе редкие минералы, которые встречаются только в космических объектах. Местные жители, которые первыми нашли метеорит, рассказывали, что он казался им необычным с самого начала. Они отмечали, что камень будто светился изнутри, а его поверхность была покрыта странными узорами. Некоторые даже считали, что метеорит обладает магическими свойствами. Метеорит Фукан стал не только научной сенсацией, но и объектом коллекционирования. В 2008 году один из его фрагментов был продан на аукционе за 2 миллиона долларов. Сегодня фрагменты метеорита можно найти в музеях и частных коллекциях по всему миру. Этот метеорит не просто кусок камня из космоса. Это окно в прошлое нашей Солнечной системы. Напоминание о том, как все начиналось. В провинции Чака на севере Аргентины находится одно из самых загадочных мест на Земле. Кампа-дель-Сьело, что в переводе с испанского означает «небесное поле». Это место падения древнего метеоритного дождя, который оставил после себя десятки кратеров и тысячи фрагментов космического железа. Около 4-6 тысяч лет назад на Землю обрушился огромный метеорит, который раскололся в атмосфере на множество фрагментов. Эти фрагменты упали на территорию современной Аргентины, образовав более 26 кратеров. Самый крупный из них, лагуна Негра, имеет диаметр 4,5 тысячи дюйма и глубину 79 дюймов. Кампо-дель-Сьело – это уникальное место для изучения метеоритов. Здесь было найдено более 100 длинных тонн фрагментов, самый крупный из которых, названный Эль-Чако, весит почти 29 длинных тонн. Это второй по величине метеорит в мире после Гоба из Намибии. Первые упоминания о метеоритах Кампо-дель-Сьело появились еще в 16 веке, когда испанские конкистадоры услышали от местных индейцев легенды о камнях, упавших с неба. Но серьезные исследования начались только в 20 веке. Ученые собрали тысячи образцов, которые позже были изучены в лабораториях. Эти исследования помогли лучше понять природу метеоритов и процессы, которые происходят при их падении на Землю. Местные жители, которые стали свидетелями падения метеорита, рассказывали, что это было одновременно страшное и завораживающее зрелище. Они слышали громкий грохот, который напоминал взрыв, а затем увидели, как небо озарилось ярким светом. Некоторые даже почувствовали, как Земля дрожала под ногами. Метеоритный кратер в Аризоне, также известный как кратер Баринджера, но это гигантская воронка, образовавшаяся около 50 тысяч лет назад после падения огромного метеорита. Это место поражает не только своими масштабами, но и своей загадочностью. Местные племена Наваха считают кратер священным, веря, что здесь обитают духи предков, охраняющие вход в иные миры. Ученые нашли здесь редкие минералы, которые не встречаются больше нигде на Земле, что добавляет этому месту еще больше таинственности. Многие посетители кратера рассказывают о странных ощущениях, которые они испытывают, находясь рядом с ним. Некоторые чувствуют необъяснимую тревогу, другие слышат шепот, доносящийся из глубины кратера, или видят тени, которые движутся без видимого источника света. Ночью над кратером иногда появляются загадочные огни, которые, по словам очевидцев, движутся по небу, нарушая все законы физики. Эти явления до сих пор не нашли научного объяснения, что делает кратер местом, где реальность переплетается с мифами. Мистический факт. Местные шаманы утверждают, что в кратере можно услышать голоса духов, которые предупреждают о грядущих событиях. Некоторые из них верят, что кратер — это портал в иные измерения, и те, кто осмелится войти в него в определенное время, могут оказаться в другом мире, из которого нет возврата. 18 января 2000 года над территорией Канады, недалеко от озера Тагиш, взорвался яркий метеорит, осветив небо на сотни километров вокруг. Его падение сопровождалось громким хлопком и ударной волной, которая ощущалась даже в отдаленных населенных пунктах. Метеорит раскололся на множество фрагментов, которые разбросало по заснеженной поверхности озера. Это событие стало одним из самых изученных в истории, так как ученые смогли быстро собрать образцы, сохранившиеся в идеальном состоянии благодаря хорошее. Местные жители, которые стали свидетелями падения, рассказывали о необычных явлениях. Некоторые утверждали, что перед взрывом слышали странный гул, а после падения видели над озером загадочные огни, которые двигались без видимого источника. Эти рассказы породили слухи о том, что метеорит мог быть не просто космическим объектом, а чем-то более загадочным. Некоторые исследователи и местные жители верят, что озеро Тагиш, где упал метеорит, обладает особой энергетикой. Они утверждают, что в этом месте можно почувствовать присутствие чего-то древнего. А те, кто проводит здесь слишком много времени, начинают видеть странные сны или слышать голоса, которые невозможно объяснить. Камни исчезали при попытке их исследовать, оставляя после себя только пыль. Почему? Расскажу в новом ролике.